Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут только о самом интересном. В Карагандинском зоопарке пополнение. На днях малыши родились у вербрудов, пони и краснокнижных муфлонов. Как сегодня живется новым обитательным зверинцем, смотрите в репортаже Амины Смаковой. К нам приехал цирк. Впервые, согласно культурному обмену между Казахстаном и Украиной, к нам в Караганду на гастроли приехал украинский национальный цирк. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Почувствовать на себе ужасы репрессий смогли посетители Карагандинского музея жертв Карлага. Накануне здесь прошла акция «Ночь в музее». Более сотни человек изъявили желание провести вечернее время суток в бывшем исправительно-трудовом лагере для репрессированных. Загримированные и приодетые сотрудники музея показывали сценки из жизни заключенных и угощали пришедших тюремной пищей. После реставрации музей Карлаг еженедельно устраивает экскурсии. Желающих очень много. Но в этот всемирный день «Ночь в музее» желающих было столько, что телефон не умолкал от наплыва звонков. Все хотели посмотреть хотя бы одним глазом, что же будет происходить в этот день в Карлаге. На пять экскурсоводов пришлось по 20 человек. Мы хотим, чтобы люди не забывали, что это были действительно очень трагичные страницы нашей истории. Только для этого. Ради памяти тех, кто без вина поступал. Специально к акции подготовился весь персонал музея – кочегары, бухгалтеры, врачи. В этот день первоплотились жертв политических репрессий. Все соответствовало тому времени – инвентарь и другие вещи. И даже старый духовой оркестр, который играл перед Карлагом в 30-40-х годах. Были разыграны некоторые отдельные сцены из воспоминаний репрессированных. Чтобы роль нормально сыграть, ты представляешь, как бы ты на их месте был. И как забрать ребенка у матери. Даже в наше время бывают, что матери отдают в дом малюток сам, а тут отбирают. Вот состояние вот этой матери, которую отбирают, и которую потом будут приносить, или ее приводят под конвоем, что она его не видит постоянно. Это тяжело и для них, и для меня, как я их забираю у них в дом малюток. По словам участников, все казалось настолько реальным, что некоторые даже прослезили. Да, я уже и поплакала, и все. Не рассчитывала, конечно, плакать, но не смогла сдержаться. Тяжело. Один из персонажей не понаслышке знает, через что пришлось пройти узником Карлага. Мама, бывшая репрессированная в свое время женщина, рассказала ему все, как было на самом деле. Однако, даже великолепная актерская игра не сможет передать тот ужас. Мама прожила все это, она в Кольцах тоже. То есть, с 2006 года она все это видела. Она даже не ходит в музей идти. Она все видела, прожила и в Волге, и в Холле, испытала уже 78 лет уже. За ночь в музее успели посетить более 150 человек. А задачи наопечалины, эмоций было много. Равнодушных в этот день не осталось. Амина Смакова, Марат Кулкинов, 1-й Карагандинский. Караганда уже больше недели живет без горячей воды. На теплосетях проводятся ставшие уже привычные для карагандинцев гидравлические испытания. Пока горожане как могут справляться без горячего водоснабжения, в компании «Теплотрезнит Караганда» рассказывают о необходимости подобных отключений. Репортаж Мирамбуль Салкинбаевы. Отключение горячей воды по весне для карагандинцев – дело привычное. Многие уже давно запаслись кипятильниками. Кто-то приобрел «Титан», кто-то обходится простым электрочайником. Месяц без горячей воды – настоящее испытание для горожан. Плохо, неудобства, всякие неудобства. Греть воду, газ тратим мы. Неудобно. Моешься в тазиках. Слишком долго месяц. И не постирать, не помыть, не убрать. Горячая вода летом, по-моему, всегда нужна. Вода нам вообще всегда нужна. Круглосуточно и круглогодично. Греем воду, тратим электроэнергию. У меня дома нет титана, поэтому приходится греть. Это очень неудобно, особенно, когда есть пожилые люди, когда есть маленькие дети. Потому что нужно ухаживать за ними. Погода холодная стоит, дома тоже холодно. Поэтому очень негативно относимся. А я в баню хожу. Отключение горячей воды теплопередающая организация производит ежегодно после окончания отопительного сезона. Так, компания «Теплотранзит Караганда» исполняет правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Причем оставлять без воды город полностью – мера вынужденная, рассказывает генеральный директор компании «Услугодателя». Когда мы проводим гидравлические испытания, мы же повышаем давление на 1,25 от рабочего давления. То есть, если теплосеть работала при 10 килограммах, то мы ее испытываем на 12,5 килограмм силы на сантиметр квадратный. То есть, мы увеличиваем повышенным давлением, смотрим, что порвется. И выдержало, не выдержало испытание. Набирается испытуемое давление 1,25 рабочего. Держится, выдержит 10 минут. И потом плавно это давление снижается. Идут, осматривают сеть. Если нет порывов, теплосеть считается выдержанным гидравлическим испытанием. Все, она выдержала. В теплотранзите обещают завершить все работы в течение месяца. Таким образом, уже 12 июня карагандинцы смогут в полной мере воспользоваться благами цивилизации. Сейчас у нас уже завершающий этап. Я надеюсь, что мы через неделю, как я и обещал, соберем схему. И в те дома, где схема будет позволять, вот Майкудук, Юго-Востоке, Гульдеры. По степным пока у нас там тоже порыв по республике, будем определяться, в течение недели устранять. В июне водоснабжение сначала подключат жителям Майкудука и центра города. Потом вода появится на Юго-Востоке и в Михайловке. Миром Гульсал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Пожар унес жизнь 54-летней женщины. В поселке Костанки-Льды Карагандинской области загорелись хозяйственные пристройки одного из домов. Мгновенно огонь перекинулся на кровлю жилого дома. На ликвидацию огня ушло 20 минут. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщает в пресс-службе пожаротушения Карагандинской области. В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники службы пожаротушения. И 1 единица техники, 4 человека личного состава Орцин-Друши Карагандинской области. При тушении пожара был обнаружен труп гражданки, проживающей в доме. К другим новостям. Учителя снова сели за парты, чтобы получить 30-процентную надбавку к зарплате. 175 педагогов региона прошли трехмесячный курс обучения по кембриджской программе. А накануне преподаватели образовательных учреждений защищали полученные знания на квалификационном экзамене. О педагогах высокого уровня расскажет наш корреспондент. В три месяца по казахстанской английской программе учителя области прошли курсы повышения квалификации. Под пристальным контролем экспертов и тренеров педагоги обучались новым подходом в преподавании. Международную программу, рассчитанную на пять лет, разрабатывали Назарбаев интеллектуальная школа совместно с Кембриджским университетом. В рамках этой программы учителей обучают, как правильно на уроке выстраивать обучение с точки зрения критического мышления, с точки зрения учета одаренности детей, с точки зрения использования IT-технологий. То есть все вот эти моменты каждого педагога учат с учетом его подготовленности и его специфики предмета, как это все делать. С Фероля-Памазь 175 учителей общеобразовательных школ прошли обучение по третьему, так называемому базовому уровню, практика которого направлена на проведение исследования в действии в реальном классе, в реальной школе. Это два аудиторных этапа и один дистанционный этап, когда они проходили практику в своей школе и внедряли в практику все те знания, навыки, которые они получили в первом аудиторном этапе. Затем они вернулись на обучение и во время второго аудиторного этапа обменивались своими наработками, опытом, проводили рефлексию, защищали презентации. По окончанию всех этапов учителям предстояло пройти заключительное испытание в виде экзамена. Здесь все под особым контролем. За прозрачностью экзаменации наблюдают беспристрастные эксперты. Педагогам, которые успешно сдали экзамены, полагается сертификат. Документ дает возможность повышения заработной платы. В частности, те, кто проходит третий базовый уровень, смогут рассчитывать на 30-процентную надбавку. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Карагандинском зоопарке откроют зверинец для маленьких посетителей. Здесь дети смогут не просто смотреть на обитателей через вольер, а брать на руки, кормить и гладить неагрессивных животных. Такая возможность появится ко дню защиты детей и продлится весь летний сезон. Все подробности у Амины Смаковой. Это малыш краснокнижного муфлона. Он появился на свет несколько недель назад. Со зверком, его ровесниками верблюжатами пони, а также другими неагрессивными маленькими животными, уже к 1 июня смогут пообщаться самые маленькие карагандинцы. И мы решили всех малышей собирать на площадку молодняка и там предоставлять возможность деткам и родителям. Ну, больше, конечно, будут детки, потому что это небольшая площадь, на которой будут стоять малыши наших животных. Практически во всех странах мира существуют подобные детские зоопарки. Карагандинский питомник решил не отставать. Отдельная площадка простоит возле центрального входа все лето. Чтобы стать ближе к питомцам, нужно будет заплатить 100 тенге. За эти деньги ребенок сможет погладить пони, кроликов, утят, цыплят, а также дрессированную серебристую крысу. К тому же можно будет покормить обезьянку прямо из рук фруктами или овощами, а также подержать в руках питона. Амина Смакова, Тульген Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Абай состоялся 14-й областной слет юных инспекторов дорожного движения. Участие в мероприятии приняли 19 команд из районов и городов области. Здесь отбирали самых эрудированных юидовцев, которые будут представлять Карагандинскую область на республиканском конкурсе. Юные инспектора дорожного движения в яркой экипировке победители городских районов слетов юид. В Абай школьники приехали на так называемый финал. Здесь юные инспектора показывали свои знания правил дорожного движения, умение правильно ориентироваться на дороге, фигурное вождение велосипеда, умение регулировать и объяснять жесты регулировщика. Один из самых ярких конкурсов – это строевой смотр. Нужно отметить, что в этом году к конкурсу присоединились учителя и сотрудники дорожной полиции. Учителя проводят открытый конкурс «Открытая перемена», то есть открытый урок на тему безопасности дорожного движения. Также в конкурс включились сами сотрудники с каждого подразделения. Они предоставляют, каждый регион, каждый район предоставляет свой видеоролик на тему безопасности дорожного движения, то есть именно на тему профилактики детского дорожного травматизма. Юидовское движение существует уже более 30 лет и охватывает десятки тысяч детей и подростков по всему Казахстану. Оно стало поистине всенародной школой воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного движения. Этот 14-й областной слет юных инспекторов посвящен 40-летию движения Юид и памяти героя Газиза Байтасова. Данное мероприятие крайне важно, ведь мы все участники дорожного движения, и все мы должны не только знать правила дорожного движения, но и строго соблюдать. По итогам конкурса третье место заняла школа села Ростовка Бухаржиравского района. Вторыми стали школьники из поселка Топар. Победителями оказались юидовцы Карагандинской школы-гимназии номер 95. Они-то и представят регион на республиканском слете юных инспекторов, который пройдет в середине лета в Щучинске. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. 30 лет назад в Сан-Франциско официально провели День памяти умерших от СПИДа. Всех пор во всем мире ежегодно 19 мая вспоминают людей, скончавшихся от этой болезни. В Карагандинском городском парке культуры и отдыха областной центр СПИД и Здоровый образ жизни провели День памяти умерших от ВИЧ-инфекции. 30-й раз волонтеры и активисты областного центра Здоровый образ жизни проводят акцию «Напоминание о невозвратимых потерях от СПИДа». У нас зарегистрировано 2645 инфицированных человек. Из них от СПИДа умерло 706 больных. Причем эти цифры не отражают действительные картины. Как считают врачи областного центра СПИД, число ВИЧ-инфицированных в 3-4 раза больше. Это как айсберг. То есть то, что мы знаем, наши цифры, это надводная часть, а подводная часть, она скрытая. Поэтому и раздаются проспекты и буклеты горожанам. Напоминая, что нельзя успокаиваться, надо постоянно помнить о профилактических мерах, чтобы по незнанию не заразиться неизлечимой болезнью. Врачи добились стабилизации количества заболеваний, но полностью контролировать ситуацию до сих пор никому не удается. Еще не открыты медикаментозные средства, обеспечивающие полное выздоровление ВИЧ-инфицированных. И ближайшие 15 лет вряд ли что изменится. Но есть единственная сила, которая не подвластна СПИДу. Это простой и действенный рецепт – здоровый образ жизни. За что и ратуют организаторы этой акции. Обратить внимание общество на эти проблемы, особенно среди молодежи и среди населения города Караганды, чтобы все знали и имели информацию. ВИЧ-инфекция поражает самую дееспособную, энергичную часть населения – молодежь. Именно она в первую очередь должна знать все о профилактике ВИЧ-заболевания. И большинство молодых это понимают. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Впервые в Караганде проходят гастроли украинского национального цирка. «Лед и пламя» – так назвали свою программу, привезенную на суд карагандинскому зрителю украинские артисты. Название соответствует действительности. «Лед зрительской настороженности» был растоплен жаром мастерства исполнителей на первом же представлении. Наши корреспонденты были этому свидетелем. Цирком карагандинцев не удивишь. Они к нам приезжают на гастроли чуть ли не каждый квартал. Но каждый цирковой коллектив уникален по подаче номеров. По созданию особой доверительной атмосферы для зрителя. Ведь каждая антре, каждая па делается только для тебя. И в этом проявляется большое мастерство артистов украинского национального цирка. Наряду с традиционными номерами в программу внесены элементы шоу. Это позволяет ярче и масштабнее донести до зрителя весь праздник от общения с артистами. Кто хоть раз да не ахнул во время выступления воздушных гимнастов? Голова кругом идет, хотя ты сидишь в кресле. Клоунада с дрессированными кошками доказала, что они гуляют не всегда сами по себе. Полное взаимопонимание артистов и их подопечных. Кто знает, может быть, после выступления роли и поменяются. Но пока зрители в восторге и в полной уверенности, что кошки самые умные животные. Жанр жонглирования самый древний в цирковом искусстве. Что только не ловят ловкие руки артиста. Мечи, ножи, кольца. Даже огонь усмиряет свою стихию, попав в руки жонглера. Если хочешь стать артистом, подчиняйся самому главному человеку на манеже. Клоуну. Кстати, уже на первых выступлениях администрация украинского национального цирка выделила 620 бесплатных мест для детей, инвалидов и ветеранов. Эквилибристы, мишки собственной особой грации. В программе полный набор того, что мы называем цирковым представлением, которое дарит восторг, радость, хейерверк, эмоции. И второе отделение у нас проходит как ледовое шоу. Со спецэффектами, свет, там разные специфические эффекты еще. Ладно. Ну, вообще, впервые в Казахстане. Это проект, который мы долго вели переговоры о культурном обмене программами. То есть, это первая украинская программа, которая заехала сюда, в Казахстан. И сейчас, с осени, программа с Казахстана, в Большой Цирказии, заезжает на гастроли в Украину. Сергей Высокозов, Марат Кутенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. Действующий чемпион Казахстана, карагандинский шахтер, в рамках очередного тура премьер-лиги провел первый домашний матч в Караганде. В гости горнякам пожаловал Усть-Каменогорский Восток. Хозяева без раскачки ринулись терзать оборону соперника. И уже на 12-й минуте матча открывший в себе бомбардирские качества защитник шахтера Евгений Тарасов открыл счет в матче, удачно сыграв на добивании. На 81-й минуте Андрей Финонченко с углового навесил штрафную, где удачно открылся Рожер Канес. И головой придумал второй гол. Правильное использование моментов и надежная игра в обороне. Шахтер забирает матч на классе. Сегодня была первая домашняя игра в этом сезоне. И нам надо было обязательно выигрывать. Спасибо всем, кто пришел поддержать нашу команду. Спасибо болельщикам. Всем огромное. На послематчевой пресс-конференции главный тренер шахтера Виктор Кумуков отдал должность команде соперника и подчеркнул важность победы. Примерно равная игра была. У Усть-Усть столько хорошие команды. На сегодняшний день они на два очка всего отставали от нас. Ну и важно было выиграть эту игру. Мы использовали наигранные, стандартные. Благодаря этому забили, выиграли. На интересующий многих болельщиков вопрос, где Кукеев, главный тренер ответил с иронией. На сегодняшний день Джамбул Кукеев официально больной. Не знаю, что там за травма. Но говорят, что не может играть. По слухам, Кукеева активно сватают в алматинский Кайрат. Но Кумуков признался, что не знает, чего хочет сам Джамбул. У него спросите. А он все время говорит, что нет. Кто-то говорит, да. Не поймешь, где он, на чем. По-моему, где-то посередине. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубомсбер. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»